Приветствую вас! Мне кажется, что лейтмотивом вашего сообщения является такой запрос, что вы не хотите терять свое время впустую, не хотите, чтобы оно прошло сря. Время, я имею ввиду. Лейтмотив вашего сообщения в том, что отношение вы воспринимаете своего рода как какую-то, знаете, некую инвестицию, как что-то, что обязательно должно вам дать что-то взамен, что-то, что обязательно должно вам что-то принести. И вот у вас по ощущениям нет какой-то такой, знаете, четкой цели отношения. В отношениях. То есть, ну, а если вы любили своего первого мужчин, если вы его действительно любили, то вы бы не говорили про время. Да, вы бы были благодарны ему, вы бы сказали бы ему спасибо за то, что провели своим прикозом вместе. И, собственно говоря, жили дальше. Ну, у вас была депрессия. Вот. Ну, про это я еще расскажу. Вот. И, собственно, вот по вашему тексту получается так, что вы в отношениях ориентированы на себя. Вы не ориентированы на другого человека. Например, на, допустим, на партнер. Вроде бы вы что-то делаете, да, вот вы говорите, что я растворяюсь, ну, в нем. В первом мужчине я растворялась, пишите, что вы. Во втором мужчине, вроде бы, как, вы не растворяетесь, но все равно, что тут вы у него делаете. И опять же, сомневается, стоит ли оно того всего. То есть, стоит ли это того, чтобы, ну, это все делать. То есть, проблема по факту получается одна. Что, и в первом, и во втором случае, вам взялка своего времени. И в первом, и в втором случае, вы вкладываете в отношения больше, чем, соответственно, хотите. Больше, чем, ну, вот, не знаю, чем вам нужно, чем вам хочется, чем вам кажется приемлемым для себя. Да. Хорошо ли это для вас? Нет. Для вас это нехорошо. Потому что это делает вас зависимой. Это делает вас какой-то нуждающейся в человеке. Это делает вас ниже. Это обесценивает вас. Я уже молчу о том, как именно вы восприняли то, что ваш мужчина вам изменил. Первый, да? Что для вас означало его измену. И, и, исходя из этого, не сложно сделать вывод, что смотреть в своем поведении сейчас. Нужно именно на то, что вы делаете для другого. Для другого. То есть, если вам хочется делать что-то для человека, сделайте. Не бойтесь, если именно хочется. Если чувствуете, что вам тяжело делать то, что вы хотите, лучше этого не делать, потому что в таком случае вы будете ждать, что вам кто-то что-то даст, что вам кто-то что-то ответит, что вам воздадут по заслугам. А это, естественно, так же не соответствует действительности. просто потому, что просто потому, что люди, они по-своему воспринимают то, что для них делается. И человек очень может быть видит то, что вы делаете для него как само собой разумеющийся. То есть, он вам будет благодарен, но то, что вы хотите получить замену, он вам никогда не даст. Это вопрос личной границы. На самом деле. Это вот ключевой момент. Далее. Я рассталась с молодым человеком после его изменения. Ну, соответственно, измена измена никогда не была на пустом месте. То есть, у измены явные есть причины, да? То есть, то есть, если мужчина изменял, значит, у него были какие-то противоречия. Если мужчина изменял, значит, у него были какие-то искаженные, неверные представления о мире, об окружающих о вас. Либо у никогда не любил вас. Либо у него возникли какие-то проблемы, которые он обещал вот таким образом. То есть, здесь важно сместить акцент смысловой в контексте его измены с вас за него. Это он изменил. Это его выбор. Это его решение. Но вполне вероятно, что и вы сделали что-то для того, чтобы это решение первое. И второе. Как на вас повлияло его такое поведение. Дальше. Мы должны были пожениться в другой стране, куда он улетел к родителям и получить гражданство. он иностранец получается. Чем обусловлен был ваш выбор иностранца в качестве мужчины. Я был в гостях у его родителей. Он сделал мне предложение. вам когда вы находились у его родителей. Он сделал предложение вам когда вы находились у его родителей. ну это я не знаю насколько это укладывается в ваши отношения как таковые но мне кажется это ну то есть если вы были в гостях у родителей вы просто гостили он сделал вам предложение но это странно. Я улетел в Россию потом случайно узнал что он изменял много раз и не просто изменял а жил с другой женщиной ну понимаете подобная вещь стала возможной благодаря тому что вы с мужчиной жили отдельно друг от друга да и если вы жили отдельно друг от друга ну то есть на расстоянии вас были отношения то подобное вполне реально вполне нормально другой вопрос почему вы согласились на на такие отношения на расстоянии это уже немножечко другой вопрос но тем не менее то есть о чем вам нужно подумать насколько насколько неощренным для вас стал этот факт того что он вам изменял много раз насколько неужели вы не догадывались о том что он действительно вам может изменить неужели ничего его поведение никогда не навевало вас на мысль в том что он может изменить вот мне представляется мне кажется что это весьма и весьма значимый аспект дальше значит мы расстались он умолял вернуться я послал его мягко говоря но опять же он умолял вернуться это не не решение проблемы это не выяснение его позиции это не завершение гистальта то есть вы расстались просто не поняли почему он так поступал что он хотел какова была его позиция может быть у него были какие-то претензии к вам то есть вы об этом как бы ни о чем не знаете я полагаю что это нужно разобрать чтобы как минимум расположилась целостная полная картина того что произошло того что происходило это 4 месяца с момента расставания для меня это было предательство но смотрите предательство это очень только на место ага насчет обычно обычно предателем называется тот кто совершает какое-то действие негативное и соответственно раскаивается в нем это предательство по сути по сути предатель это тот кто реально вот под действием сладости да подался и сделал что-то во вред ну изменил там например и так далее можно ли назвать предателем того кто изменял много раз и жил с женщиной другой ну для меня загадка остается наверное этот человек просто был не тем кого вы видели значит для этого были причины вы не замечали в нем того что обусловило его поведение не хотели замечать либо он скрывал но вы пишете я любила не того человека нельзя любить не того человека любовь слепа если вы полюбили значит вы полюбили того просто в другом любили вы вот вы говорите я была в депрессии значит это была не совсем любовь потребность да может быть значение преувеличенное которое вы вкладывали в этого человека да может быть но может быть значение ну не любовь никак то есть вот любовь это немного другое что касается любви не того а вы серьезно думаете что можно любить кого человека это странно по меньшей мере так в то же время решила взять себя в руки даже радоваться и осознавать что я буду рады что у меня не согласилась с этим мужчиной ну если это действительно радость а не защитный механизм то все здорово понимал что это был не мой человек но все же было все равно обидно так подлому поступило ну ответ у вас противоречия да вы с одной стороны говорите что он не мой человек а с другой стороны вы пишите что мне все равно было обидно так а с чего обидно если не ваш человек как обидно обидно из всего из ожиданий так а ожидание это что это соответственно ожидание это желание то есть у вас были по отношению к человеку свои желания которые вы считали он должен удовлетворить удовлетворить в вопрос с чего почему вы решили что человек должен удовлетворить ваше желание ну да он мог это сделать но мог и не делать знаете то есть если вам обидно значит вы не до конца принимаете его выбор если вам обидно значит вы находитесь в детском состоянии когда ваше желание не реализовалось и вы соответственно предупреждаете негатив а это значит что свои желания ответственности до конца вы не несете вот с чем и нужно работать значит вы пишите что так подло он поступил ну я не знаю подлости подло это очень оценочное такое субъективное суждение то есть если человек поступил вас никогда не любил и не ценил правильно тем более что вернуться вас он не просил как я понял то есть вернуться просил но не пытался вернуть вас можно ли назвать это подлостью нет вы ему были просто удобны можно ли назвать это подлостью нет человек считал вас удобно и наверное продолжает считать вас удобно есть люди которые руководствуются именно удобством в отношениях ну это их право это право этих людей почему бы нет это заниматься собой и поприменить отношениями ну в принципе это правильно главное это вы сделали вывод и извлекли опыт из того что случилось и не держали в себе обиду ходил в магазин возле дома с которым был парень он все время как-то общался со мной в общем было заметно что он неравнодушен я сначала не обращал внимания затем смотрел с ним и увидел что он вообще не очень приятный человек достойный хороший парень ну следы не мешало конечно определить с какого с какого момента вы обрастили на него внимание вот конкретно дальше в итоге он стал ухаживать позвал на свидание зачем ты какое-то время приглашить отношения а вы какую в этом всем роль играли вы я сначала пригласил но потом отказал ему и сказал что не отошла от предыдущих и не готов ну то есть вот непонятно да отказались зачем отказались отказались такое впечатление что боитесь близости вы понимаете просто все было очень быстро с ним нет нет вы хотите сказать что от вас ничего не зависит в отношениях это на самом деле не так и если с ним сбыться значит вы просто действовали по его инициативе а там ничего в отношения не вкладывали то есть не простраивали свои личные границы так я даже не успел ничего понять а хотели тут не надо ничего понимать что для вас приемлемо что неприемлемо что хотите чего не хотите а значит к чему лежит сердце и душа к чему не лежит вот в итоге мы стали встречаться впечатливы потом ссорились смирились ну вот здесь тотальное тотальное растворение в человеке мы нет никакого мы аноним есть вы и он и ваша ответственность во всем этом очень важна а пока вы просто отдаетесь вот течению как бы и все ага на мой взгляд это инфантильность это инфантильность просто такая вот детская позиция не желание брать ответственность и принимать какие-то обещания самостоятельно для себя значит ну так же что касается ссоры ссор и примирений то есть вы из-за чего-то ссорились лично вы из-за чего-то ссорились с нами зачем почему когда мирились что это было за примирение то есть было ли за этими примирениями ну какие-то выводы какие-то решения какие-то изменения в вашем взаимодействии друг с другом если нет то смысл в этих примирениях тогда да и вот после расставания мы снова зашли сначала я подумал что все равно я одно ну то есть на безрыбье икра от рыбы получается так или что то есть я не очень понимаю о чем конкретно вы подумали секса было немного у меня вообще нет предбывший парень выехал в другую страну и сами понимаете не баловаться с возможностью но вот вы знаете вы вообще сами понимаете это как бы издавление опять же от ответственности то есть то есть у вас мало секса было в жизни это ваш выбор как и ваш выбор с этим парнем с предыдущим с причастком и и принять то что он ехал в другую страну это все ваш выбор мы здесь ничего не понимаем и понимать не должны с этим парнем естественно очень хорошо ему и мне решили просто встречаться для секса но опять же это ваш выбор да то есть выбор встречаться для секса ничем не хуже и лучше любого другого выбора а значит вот вы говорите прошу не осуждать за это я не помечен на сексе у нас здесь это проекция вы говорите прошу не осуждать кто осуждает вас вы сами как часто обвиняете за что кто запрещал вам секс как часто вы сами запрещаете себе секс впрочем всегда меня во время секса так сильно принимают к себе целуют обнимают смотрят в глаза такого у меня не было ни с кем и никогда и как девочки мне это безумно приятно ну с одной стороны это показывает что мужчина настроен к вам серьезно так по крайней мере говорит его поведение не знаю не знаю как там с его психологическим отношением к вам но по поведению так с другой стороны вы пишите что мне как девочке это приятно это меня настораживает то есть человек вам не признался в любви как вы пишите потом позже что вы даже не знаете как он к вам относится человек вам ничего не обещает и при этом вам как девочка приятно что вас прижимают целуют обнимают и смотрят в глаза такое ощущение что у вас есть явная проблема с любовью что вам не хватает любви и значимости собственно это опять же вы получаете сейчас от своего мужчины но в этом вы от него зависим снова вы снова зависим теперь уже от другого мужчины да он рядом да вы получаете от него больше внимания да он он с вами бережен но но то что вы говорите что мне как девочке приятно за меня обнимают целуют и так далее ну ладно может быть один раз это будет это будет приятно просто как бы как секс да ну ладно мужчины вам доставляют удовольствие секса тоже можно понять ну ладно именно вот эти все моменты вызывают это значит что это нужно вам это значит что у вас недолюбленность это значит что вы сами себя не любите а в свою очередь это значит что вы себя не принимаете полностью и что не чувствуете себя значим а это проблема самооценки понимаете ага и соответственно нужно выяснять из-за чего и по поводу чего у вас смартфелька снижена так вот я думала он понимает что мы просто любовники но все а все это оказалось что он думает что у нас отношения но здесь опять же непонятно если вы решили встречаться ради секса почему не сказали ему то есть нас просто не осуждать за это а ему почему то не сказали далее он думает на отношения я пригласилась на это зачем если вы встречались только ради секса зачем на отношения соглашались и вот в итоге я поняла что как бы то ни было я испытываю к нему чувства какие привязанность потребность да возможно в этом месте у нас будет ровно год я решил взгляд романтическое свидание зачем пригласить к себе украсить шариками вкусный уни и т.д. не буду все рассказывать но даже не знаю даже не знаю что вам сказать на это если честно то есть вы говорите обо всем да о том что радио секса встречается что вам секс приятно а рассказывать какие-то вещи не хотите интересно почему к нему это будет сюрпризом как раз приедет на свадьбу друга то есть вы хотите сделать человеку приятно опять же зачем чтобы что подумайте свадьба будет в другом городе я поехать туда не могу с работы не отпускают так вот мне бы хотелось понять стоит ли это все того но опять же если вам действительно искренне хочется сделать это для человека вы ничего не желаете получить взамен а а если нет то что не стоит все просто не зря ли я опять прожить кучу времени не на того человека а аноним у меня такое ощущение что вы идеализируете любовь и идеализируете мужчину знаете с того мужчины с того человека нет есть только люди с которыми вы пробуете строить отношения может болзучиться может нет это лотерея я вам даже больше скажу если вы построите отношения если вы пожените если не так что вы проживете вместе знаете чувства приходят уходят они меняются и то что вот говорите вы опять же какая-то детская позиция внедрела что значит тот человек а как вы определите того человека от не того человека дальше вы говорите внедрач или опять кучу в свое время так а это к вам вопрос вы тратите время но вопрос в том вы делаете это вопрос для чего для него или для себя если для себя то не надо а если для него пожалуйста да он не нравится но я не растворилась с ним как в предыдущем тан это хорошо что вы не растворились что здорово раствориться она слить слияние это негатив в том плане я просто утонул да да вопрос и меня интересует в чем именно то есть вы утонули в чем в чем что он вам давал такого а с этим не хорошо он достойный мужчина абсолютно прекрасен но такого что я прям потерял голову нет ну это и в общем нормально для взрослого человека это вполне нормально я смотрю на него мне хорошо но я не чувствую что люблю и что страдаю а должны чувствовать что страдают я не понимаю вот этот момент мне интересно должны чувствовать что страдают по вас далее вы говорите что не чувствуете что любите а как по вашему должна проявляться любовь а считаете ли вы что любовь это один единственный фактор построения отношений да я ревную это это интересно как почему с чего вы ревнуете понимаете ли вы что такое ревность понимаете ли вы что он она эта ревность является последствием вашей неуверенности в себе и страха от стартарной это опять же все тоже непринятие себя идет далее значит я смошу на него так да я ревную скучаю а скучаете по какой причине то есть вот скучаете вы почему что такое скука она скука это невозможно занять себя да по какой причине вы не можете занять себя себя самим запрет неинтересно что то вы делаете так а значит иногда мне кажется мне вообще все равно ну вам кажется что вообще то все равно как правило когда он рядом когда он рядом и когда он удовлетворяет все ваши желания я полагаю так значит к тому же я сама не знаю что он испытывает ко мне а это важно если он с вами если вы хотите что-то для него делать это важно что он испытывает к вам значит вроде тоже говорит скучает но не думает он вводит семью идите откуда такая уверенность у вас конечно может после свадьбы у него кто-то в сердце и ёкнет а может и нет нет после свадьбы сайлент ёкнет это происходит либо до свадьбы либо никогда может он тоже со мной просто для секса встречается так поговорите кроме того как-то это не состыкуется с тем что вы говорите что он думал что у вас отношения несколько стран несколько стран мне 9-7 лет я не тороплюсь быстрее расшать так как сейчас занимаюсь своими здоровыми фигурами и мечтаю прийти до границы отдыхать это предел ваших мечтаний отдыхать на границе ага правильно ли я делаю что нахожусь с этим человеком ну правильно это оценочное оценочное суждение оценочное суждение всегда субъективное если вы счастливы если вам комфортно да если вы не счастливы если вам дискомфортно то нет может я опять теряю время предстаньте воспринимать отношения с людьми как инвестицию это не инвестиция это живые люди для которых вы что-то делаете и которые вам в ответ ничего не должны если вы считаете что должны а не вам в ответ на то что вы делаете то это да это трата времени но в таком случае вам следует понять что вы больше склонны к отношениям по расчету то есть люди целенаправленно тратят друг на друга время это время тогда когда у них отношения по расчету это не эмоциональные отношения не по любви так может и ему я тоже не знаю этого мы не знаем вообще непонятно почему вы ему сами не скажете о том что вы чувствуете просто не поговорите откровенно почему вы боитесь чего-то не уверены в чем-то или что он работает допоздна но очень редко куда-то в месте ходит ну опять же призывание 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 можно найти время куда-то ходить вопрос стимуля какой стимул у мужчин куда-то вас водить вы предлагаете ему куда-то ходить вы пишите приходим время у меня он живет с родителями как вы к этому относитесь общаясь по телефону смс как вы к этому относитесь иногда меня пишут посещать о расставании по поводу чего я запутал своих чувствах и себе связанные с тем что вы не отпустили до конца расставания с предыдущим молодым человеком помогите мне понять как быть как быть что бы что чего хотите по итогу а а не знаю мне хочется быть с ним и в то же время я думаю что мы с вами расстанем ну понимаете вот если вам хочется быть с ним заметьте вы говорите что я хочу быть с ним это опять же про ваш разговор про то что вы хотите это про ваши ощущения про ваши чувства это не про секс это не про интимную близость даже не про чувства это про желание ваше про внутреннее ощущение себя которое дает вам править вот это про это поэтому а когда вы говорите что мне хочется с ним быть тогда для чего можно представить себе вот когда вы с ним как вы себя чувствуете какие у вас ощущения какие эмоции ну в этот момент возникают эмм и соответственно так вы можете сами их достичь добиться а а что то касается того что вы расстанетесь все равно тоже интересный момент что это указывает почему вы думаете что вы расстанетесь а а так если знаете что он сам ко мне чувствует спрашивать напрямую не хочу почему чем чем обусловлены ваши нежелания его спрашивать вы спите с этим человеком вы имеете право задавать такие вопросы вы имеете право поднимать такие такие темы далее что вам даст что что вам даст знание о том что он к вам испытывает какая разница важно тот кто испытывает вы а тот кто испытывает вы можете следовать отравить на то чего вы хотите для него и хотите ли вы для него чего то ну то есть вот например вы вы делаете да сюрприз ему вот зачем сегодня мы были вместе и вот я сейчас не хочу сказать им что я решил расстаться из-за чего но не могла так поступить так так не могла так поступить из-за чего вы не могли так поступить у него будет праздник какой а не хочу порт настроение ему и к тому же я вам не сказала что он придет и его взлет сюрприз зачем сказал корю себя теперь знаете у вас есть определенные внутренние запреты на сторону вы не позволяете себе быть собой у вас есть чувство долга перед мужчиной по какой-то причине и отношения для вас в какой-то момент уже перестали быть ну знаете перестали быть чем-то таким хорошим чем-то правильным чем-то естественным может быть понимаете то есть объясните что вы делаете потому что должны а второе что вы делаете потому что хотите хотите и если вы должны что-то делать то кому вы должны а если вы хотите что-то делать то чего вы хотите вот начните с этого а там дальше уже будет все понятно вы говорите что я себя корю ага хорошо вы себя корите и какой вывод вы сделали вывод можно сделать такой вы не честны с собой и не честны с молодым человеком значит нужно быть честным с собой и честным с молодым человеком то есть это вывод делаете вывод и меняете свое поведение, корректируйте его. Вы этого не делаете. Вы так не поступаете. И вот возникает вопрос. Тогда какова природа вашей вины? Может быть, именно вина и заставляет вас терпеть такое отношение к себе? Может быть, именно вина и заставляет вас мириться с тем, что мужчина мало куда вас водит, что вы сами проявляете малые инициативы. Может быть, именно вина и стимулирует вас к тому, чтобы вы делали какие-то вещи, ну, через силу, не для себя и так далее. Подумайте. А если это вина, то откуда она? Предслужите чувство вины. Как вы ее ощущаете? Кто вас обвиняет? Кого вам хочется обвинить? Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду я помочь. Я думаю, что вам требуется несколько консультаций, ну, индивидуальных, как минимум, для того, чтобы разобраться со всеми противоречиями, что вы здесь написали. И далее уже можно будет сформировать некий такой запрос к психологу, под которым вы будете работать уже целенаправленно. Вот пока это просто достаточно разросленный такой набор определенных элементов. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!